Снова здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересный рассказ мы в прошлый раз здесь начали. Это связано с историей данного места. Ну и, конечно, затронули вообще Васильевский остров как место когда-то проживания, компактного проживания немцев, ну и, соответственно, возникновение вот этой кирхи Святого Михаила, в которой мы находимся. Но у наших подписчиков большой интерес вызвали с вы сами. Это, конечно, связано и с тем, что Вы такой развитый человек, всесторонно развитый человек, но и владеете очень хорошо историей. Не могли бы мы сегодня с Вами как-то продолжить вот эту историческую такую прогулку в Петербурге и, может быть, как-то поговорить о культуре и как она перебредена с христианством, в частности, с пронистантизмом? С удовольствием. Хорошая тема. Она очень большая, и я бы не сказал, что она всесторонне рассмотрена вообще в литературе. Ну, даже в научной. Если можно, только чуть-чуть я сначала расширю рамки беседы, потому что я бы хотел сказать о истории возникновения, влияния лютеранства и протестантизма вообще на русскую культуру. Оно началось гораздо раньше, чем был создан, основан Петербург. Это у меня голос громкий. Да, когда вы, когда в эфир вышли, мы что-то... Ну-ка. Вот так нормально? Да. Так нормально. Не зашкаливай. Тогда повторим. Давайте, конечно... С расширением темы. Да, я бы хотел расширить просто рамки разговора о влиянии лютеранства и протестантизма вообще на русскую культуру, потому что оно началось раньше, чем был основан Петербург. Культурное влияние протестантизма в России началось с 17 века. Ну, при Иване Грозном. При Алексея Михайловича. Иван Грозный, это 1500 какие-то годы, 1570-й примерно, он встречался с протестантским пастором, который приезжал в Россию, имел с ним диспут, дискуссию, диспут о вере. Но протестантский пастор на Ивана Грозного никакого хорошего впечатления не произвел. И Иван Грозный с ним диспут провел, а потом написал ему письмо, оно письмо сохранилось, где Иван написал, что за то, что ты с нами разговаривал вольно, мы за то никакой опалы на тебя не кладем. Но повелеваем тебе учение своего впредь никому не объявлять и немедленно за пределы российского государства выехать. То есть он запретил распространить ледуранство? Он запретил. Он очень любезно написал, что опалы на тебя никакой не кладем, ну, в том смысле, что голову тебе не отрубим. Но уезжай немедленно, и вот и все. И не проповедовать будешь. Да, так что сказать, говорить в этом случае о влиянии протестантизма на русскую культуру нельзя. А говорить следует о 1680-х годах, когда царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого, решил в России устроить театр. В России не было театра никогда. Ну, были скоморохи там, но это народная культура. А Алексей Михайлович решил устроить придворный театр. Еще не публичный, еще не общегражданский, но придворный. Ну, он услышал, что при дворах в Европе театры существуют, он решил тоже устроить. Но у него не было ни одного человека, который мог бы устроить театр. У него не было ни одного человека, который вообще знал, что это такое, как это делается. И его приближенный государь, боярин Матвеев, придумал. Он, по сове, Артамон Матвеев был образованный человек. Он тоже не знал ничего про театр, но он хотя бы знал, где можно спросить, что очень важно. И он сказал, что нужно позвать лютеранского пастора по фамилии Грегори. Пастор Грегори был пастором лютеранского прихода в районе Кукуй в Москве. В Москве был район Немецкая Слобода. Немецкая Слобода сейчас. Немецкая Слобода, Кукуй. Там, естественно, были одни лютеране, и там был лютеранский приход, и там был пастор по фамилии Грегори, который был образованный человек. И боярин Артамон Матвеев посоветовал именно его привлечь для создания придворного театра. И его привлекли, и пастор Грегори собрал труппу. Ну, он тоже не был театральным деятелем, но он хотя бы представлял себе, о чем идет речь. Он собрал труппу, он написал пьесу, и он ее поставил. В этом смысле лютеранский пастор Грегори является основоположником русского театра. Очень интересно. Ну, в каком-то смысле. А что, он совмещал эту деятельность со своим партнером? Конечно, конечно. Он поставил не одну пьесу, он поставил много спектаклей при дворе Алексея Михайловича, царя. И царь Алексей Михайлович, и царицы, и придворные, бояре, все присутствовали на этих спектаклях. И таким образом, вот впервые театр появился в России. Первая пьеса, которая была представлена при дворе Алексея Михайловича, поставленная пастором Грегори, называлась «О новоходоносоре царе и трех отродцах в печи несожженных». Это по книге пророка Даниила, ну, религиозного содержания, естественно. Ну, и пастор Грегори был пастор, вот. И была спектакль вот о страстях Даниила, да, трех отродцах в печи несожженных, там, и так далее. Ну, получается, что принято так у лютеран, что у вас есть, например, светская профессия, вы книги пишете или писали. Вот про пастора, про который вы рассказываете, он тогда владел технологиями определенными, как говорят сейчас. Видимо, он увлекался театром. Может быть, он даже в слободе куку и ставил что-нибудь. Ну, раз о нем знал уже. Для немцев лютеран, наверное. Но поэтому его пригласили. Вот с этого можно считать влияние протестантизма на русскую культуру. А при Петре Великом это, естественно, расцвело пышным цветом. Ну, вообще, если говорить о влиянии протестантов на русскую историю, то оно настолько огромно, что, конечно, даже надо выделить, как-то по разделам пойти. Потому что, ну, на мой взгляд, наибольшее влияние в русской истории оказали протестанты военные. А архитектуры, например? Ну, если начать с военных, все-таки, так сказать. Ну, давайте поговорим. А мы все-таки... Приход Святого Михаила, а он покровитель небесного воинства. И наш приход создали военнослужащие. Как я в прошлый раз рассказывал, военнослужащие сухопутного шлейхетного корпуса. Они стали основателями нашего прихода. Все-таки военная тема нам близка. Если начать с военных, то это 18 век. Это перечислять лютеран военных. Начиная с 18 века, это фельдмаршал Миних. Первый покоритель Крыма. Очень актуальная тема. Да, кстати сказать. Вот там надо какую-нибудь улицу назвать именем фельдмаршала Миниха. Миних. Это генерал Михельсон, который разбил и пленил Пугачева. Это генерал Михельсон. Это 19 век лютеране. Это Барклай де Толли. Фельдмаршал. Да, известно. Это великий русский мореплаватель Иван Крузенштерн. Это в нашем приходе. В нашем приходе святого Михаила в 19 веке члены, если перечислить, членов церковного совета. Ну, по-современному членов приходского совета. Это командующий Кронштадтской военно-морской базой адмирал фон Платтер. Это покоритель Дальнего Востока и один из основателей города Владивосток адмирал Нидер Миллер. Это члены приходского совета святого Михаила. Ну, если говорить о военных. Ну, сюда можно вспомнить Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга, знаменитого борца с советской властью. Это о нем песня «Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон». Вот черный барон – это барон Унгерн фон Штернберг. Ну, литеранин. Крупная историческая фигура. Крупная военно-историческая фигура. Ну, и не только. Генерал Рененкампф – герой Первой мировой войны, например. Ну, это о военных. Говоря о… А советский период были военачальники? Или как-то сменились? Нет, я сейчас не могу вспомнить. Я так сейчас не могу вспомнить. Знаете, вообще в целом в Красной армии служило много бывших царских офицеров и генералов. Но мы это знаем. Большое количество служило. Но как раз можно с гордостью сказать, что русские офицеры и генералы литеранского исповедания остались верны присяге государя-императору. Они остались верны присяге государя. Они как раз присяге не изменили. И вот ответ на ваш вопрос. Да, я услышал. Как говорил барон Унгерн, уже названный, если остались еще в России истинно русские, то это остзейские немцы. Это фраза Унгерна, который не изменил присяге. Ну, можно по-разному оценивать эту историческую фигуру. Говорят, что он там зверствовал и совершал разного рода злодеяния во время гражданской войны. Может быть. Ну, говоря о военных. Говоря о культуре. Говоря о культуре. Знаменитый декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Друг Пушкина, выпускник лицея царскосельского. Активный участник восстания декабристов. Много лет каторжных работ получил. Умер стариком, только освободившись. Ослепнул там и так далее. Написал пьесы, писал стихи. Ну, о нем есть роман Юрия Тынянова, советского писателя, называется «Кюхля». Ну, Кюхля его дразнили, его ученики по лицею. Ну, Пушкин в том числе. Он был другом Пушкина. Барон Дельвик, друг Пушкина. Пушкин ему... Это же к Дельвику обращено. Когда мой дом уединенный, твой колокольчик огласил. Это к нему Дельвик приехал в гости. Лютеранином был создатель толкового словаря русского языка. Даль. Даль. Создатель первого толкового словаря русского языка был Лютеранин Даль. Какие комментарии еще могут быть? Протестантом, не Лютеранином, протестантом был великий русский поэт Осип Мандельштам. Осип Мандельштам. Еврей по национальности, но по-еврейски он никогда ни одного слова не написал. Он вообще не знал еврейского языка. Он великий русский поэт. Он так себя сам и величал. Он был протестант. Он был не Лютеранин, он был методист. Он крестился в Выборге, в методистской церкви, о чем имеется документ о крещении его. Мандельштам, ну а о Лютеранстве Мандельштам написал известное стихотворение «Похороны Лютеранина». Федор Иванович Тютчев, великий русский поэт, он не был Лютеранином и не был протестантом, но это он написал стихотворение «Я, Лютеран, люблю богослужение, обряд их строгий, важный и простой, сих голых стен, сей храменный пустой, понятно мне, высокое учение». Ну, человек прославил Лютеранство. Человек прославил. Он католиков очень не любил. Он был консулом в Турине, русским консулом в Турине он был, но вот как-то католиков он терпеть не мог. И много написал он против католиков, а про Лютеранство он написал, ну, очень знаменитое стихотворение одно из важных стихотворений вообще в его творчестве. Вот. И пусть, пожалуйста, мне никто не рассказывает, что Мандельштам крестился в протестантизм для того, чтобы приобрести какие-то выгоды и льготы. Даже такое может быть. Ну, об этом иногда говорят, но это говорят несведущие люди. Дело в том, что поводы для спекуляции есть. В царской России действительно была процентная норма при поступлении в высшие учебные заведения. В царской России до 1905 года существовали всякого рода ограничения против евреев. была процентная норма приема евреев в средние и высшие учебные заведения. Была черта оседлости. Евреям запрещалось покидать черту оседлости. Им запрещалось селиться в других местах Российской империи. Но черта оседлости была очень обширная, конечно. А о чем речь, может быть? Когда и при Екатерине Великой евреев впустили в Россию, а евреев изгнали из Германии, и миллионы, ну, будем говорить, сотни тысяч, евреев хлынули из Западной Европы, из Германии, хлынули на территорию Российской империи, императрица Екатерина Великая им это разрешила. Она могла не разрешить. Вот ее предшественница, императрица Елизавета, не разрешила. Потому что представители еврейских общин постоянно обращались к русскому правительству с просьбой впустить евреев на территорию Российской империи, потому что они подвергались сильным гонениям в Западной Европе. Их просто изгоняли, им некуда было деваться. И императрица Елизавета не согласилась. И на просьбе еврейских общин была официальная петиция с просьбой впустить в Россию, и обещалось, что евреи очень помогут развитию экономики России. Что, Ваше Величество, если вы впустите, то мы очень поможем развитию экономики, созданию промышленности, повышению акцизных доходов, казны. На что Елизавета написала резолюцию от врагов веры Христовой, не желаю интересной прибыли. Такая суровая была резолюция. Интересная прибыль, то есть доход. Не желаю дохода. А Екатерина, императрица, посмотрела на это дело по-другому, и она разрешила въезд, и въезд совершился. Это сотни тысяч людей, если не миллионы, я цифру точно не помню. Огромное количество. Но Екатерина обставила это некоторыми условиями. Она сказала, что допускаю в империю, но определяю черту оседлости, то есть определяю границы, границы российских территорий, за которые евреи, иудеи не могут вступать. Это территория современной Белоруссии, это территория большей части современной Украины. Впоследствии она была расширена на всю Новороссию. Там им разрешалось? Да, вот туда разрешалось. Одесса, вот Новороссия, это Одесса, Херсон, Николаев, крупнейшие города. Ну и все прилегающие, естественно, территории. То есть территория черты оседлости, повторяю, это территория современной Белоруссии, современной Украины, ну, точка. Новороссия, ну, Новороссия, да. За пределы этой территории, внутри они могли делать что угодно. Заниматься промышленностью, торговлей, ну, чем угодно. Там не было притеснений. Единственное, что нельзя было поступить в учебные заведения, в среднее и выше. Там, на территории, где они находились? Ну, вообще говоря, нигде. Ну, и в том числе и там, где они находились. На другой территории они не могли находиться. Просто, ну, на этой, да. То есть там была процентная норма, то есть там очень небольшая. Можно было принять в гимназию там 3% евреев. Поэтому, и вот мы возвращаясь к истории, когда принимал... И поэтому, естественно... ...для того, чтобы поступить. Да, надо сказать, что большинство евреев... Ну, история показывает нам, что большинство евреев продолжали оставаться иудеями. И никакого христианства никогда не принимали. А ведь условием было... Дело в том, что в Российской империи все эти запреты, о которых я сейчас говорю, вот черта оседлости, запрет выезжать за черту, запрет селиться в столице, ну, и так далее, запрет поступать в учебные заведения, он касался только иудеев. Он не был... Эти законы не были антиеврейскими. Они были антииудейскими. То есть при всей строгости и неукоснительности этих законов еврею достаточно было просто креститься. Ему нужно было просто принять крещение в любой законной христианской церкви. Ну, в православной, например, в лютеранской, например, в католической, например. Они там были. И, пожалуйста, пойди и крестись. И в момент крещения с тебя все ограничения снимаются. И ты можешь ехать и селиться в Петербурге, в Москве, и поступать в высшее учебное заведение. И все. Ты перестал быть иудеем, ты стал христианином, и еврей ты или не еврей уже никого не интересует абсолютно. То есть ты приобретаешь все гражданские права. Да. Но надо сказать, что большинство евреев на это не пошли. И крещение принимало небольшое количество людей. Но небольшое количество было. И, естественно, это был верный путь к высшему образованию, к карьере любой. Иногда про Мандельштама тоже говорят. Знаете, он крестился формально для того, чтобы... Но в случае с Мандельштамом сразу возникает вопрос, собственно, а чтобы что? А чтобы что? Его отец был довольно богатым человеком. Его отец дал ему среднее образование. Он закончил Тенишевское коммерческое училище. Среднее образование он и так имел. В высшее учебное заведение он поступать никогда не собирался. Он был поэт. В чем смысл для него был принимать христианское крещение? Никакого смысла не было. У него и так все было. От рождения. У него богатая семья в Петербурге. Нет, он крестился, потому что он по выражению... Знаете, по выражению другого еврея, тоже крестившегося. А это великий австрийский композитор Густав Малер. Густав Малер был главным дирижером Венской оперы. Он был очень крупный композитор. И до сих пор его произведения исполняются. Это классика мировой музыкальной культуры. Густав Малер был еврей по рождению. Он крестился в католической церкви. Австрия была католическая страна. Он крестился, и он объяснил. Он сказал, что крестился в европейскую культуру. Я крестился не в христианскую церковь, я крестился в европейскую культуру. То же самое, наверное, мог бы про себя сказать Осип Мандельштадт. Что для него принятие христианского крещения было формальным актом перехода в европейцы. Перехода в европейскую культуру. Потому что он считал себя совершенно совершенным европейцем и в этом смысле совершенно русским поэтом. Однажды один знакомый ему сказал, засмеялся и сказал, Осип Эмильевич, а голова-то у вас еврейская. Это почему-то... Ну, что-то они там о чем-то говорили. Они о чем-то говорили, да. А тот ему сказал, Осип Эмильевич, у вас голова еврейская. А Мандельштадт на это отчеканил. Голова-то у меня еврейская. До стихи-то у меня русские. Ну, он считал себя русским, европейским поэтом. Ну, поэты, мы говорили, военачальники. А в политике были какие-то влиятельные люди, протестанты, лютеране, которые на российскую историю как это повлияли серьезно? Ну, да. Конечно. Были, но не было крупных. Я в прошлый раз уже рассказывал о том, что все-таки протестантками, лютеранками по рождению были все русские императрицы. И они и крещены были, и воспитаны они были в лютеранской вере. Потом уже, выйдя замуж за русских великих князей, они принимали православное крещение. Но они по воспитанию, по культуре были, ну, были, конечно, лютеранками. И Екатерина Великая не исключение. Ну, и все не исключение. В той мере, в какой русские императрицы имели влияние в политике. Ну, в такой степени, конечно, лютеране имели влияние в русской политике. Мечтал перевести Россию в лютеранство вообще император Пётр Третий. Вот Пётр Фёдорович, Пётр Третий, он недолго правил, он недолго был императором, но он мечтал сделать Россию лютеранской страной, о чём он громко и во всеуслышании и неоднократно заявлял. Он говорил, что ему совершенно не нравится православная церковь, ему не нравятся православные священнослужители, он смеялся над православными облачениями, бородами. Отчасти за это был убит. Отчасти за это был убит. Потому что, конечно, это был огромный козырь в руках его противников, которые, конечно, воспользовались. Тем более, что Пётр Третий не скрывал своих абсолютно лютеранских симпатий. Ну и вкупе со всем остальным, в общем, это привело к его гибели, его свергли, убили. И, в общем, это произошло при полном одобрительном молчании большинства людей. Он действительно... Ну, это скорее отрицательный пример. Это скорее отрицательный пример. И Петра Третьего, конечно, жалко, как невинно убиенного человека. Но, в общем, видимо, все было достаточно закономерно. И не стоило пытаться старинную православную страну громогласно превращать в лютеранскую страну. Эти попытки, они неправильные. Я бы не сказал, что это вообще разумно было. С его стороны. Кто еще из политических деятелей? Из политических деятелей... Ну, вот императрицы с них... Это положительный пример. Отрицательный пример Петра Третьего. Ну, лютеранами были многие министры, которых сейчас перечислять даже я и затрудняюсь. Потому что, ну, министров-то было много. И многие из них были лютеранами. Потому что, почему бы нет, они были уроженцами России, Российской империи, российскими гражданами, образованными людьми. Но, пожалуй, что в политике все-таки вот на этом можно остановиться. А как вообще продолжался подъем? Будем говорить, такие тучные времена для лютеранства. И потихонечку все-таки в православной стране, как вы говорите, даже это заметно и по Санкт-Петербургу, все-таки лютеранство начинает становиться такой, как бы, нельзя сказать, элитарной, но не очень популярной религии, вероисповедания. Ну, не для многих это является как бы традиционной. Ну, в первую очередь это связано с чисто физическим фактором. Я бы сказал, физико-техническим фактором. Это связано с уничтожением, гонением на национальные культуры в Советском Союзе. Упадок лютеранства начался с того, что из Петербурга, из Ленинграда, из Советского, целенаправленно и массово выселялись немцы. Ну, вообще, это такой слом шаблона, потому что, как казалось, что большая советская семья и все национальности жили дружно. Вы говорите о каких-то гонениях. Ну, это, я бы сказал, уж не я говорю. Это я повторяю общеизвестные факты. Советский Союз, советская политика всегда была интернациональна по своему, по своим задачам. Тут вы, конечно, правы. Абсолютно. И все 20-е годы, 20-е годы, вот после революции, после гражданской войны, все 20-е и начало 30-х годов прошли под знаменем развития всех национальных культур народов СССР. Это касается всех народов. Были созданы алфавиты, грамоты, стали издаваться газеты на национальных на национальных языках народов СССР. Многие народы СССР получили свою письменность благодаря советской власти. Ну, это так. Стали издаваться газеты, книги, стали преподаваться в школах. Эти языки, на которых прежде никому не приходило в голову ни издавать газет, ни создавать театров и так далее. Это бесчисленное количество народов. Это карельский народ, карельская грамота. Это мордовский народ, и эрзианский, и макшанский. Ну, мордва, как известно, это два народа, да, эрзя и макшан. Это чуваши, это коми, это я перечисляю вот то, что центральная часть России, это народы Кавказа, ну, и так далее. Многие из них народы Сибири, ненцы, там, ну, они получили грамоту, у них стала развиваться культура, у них появились газеты, театры на национальных языках. Это все, конечно, заслуга советской власти. А что произошло, почему начались генеры? И в Ленинграде, в Советском, тоже все это процветало. Был эстонский театр, много эстонцев проживало, был эстонский театр, я не знаю, был ли финский театр, например, ну, наверное, был, охотно готов допустить, были газеты нам на языках, там, и так далее. В 30-х годах, во второй половине 30-х годов произошло резкое изменение в политике. Слова о интернационализме и развитии, равном развитии всех культур и дружб и народов оставались, но они приобрели декларативный характер. если говорить о Ленинграде, стали массово закрываться финские школы, финская печать свернулась, эстонский театр был разгромлен и закрыт. Физически разгромлен? Ну, разгромлен как театр. Декорации уничтожены, актеров разогнали, ну, это было по всей стране. После войны, после Второй мировой войны на территории Карельской республики нежелательно было говорить вслух даже дома по-карельски. Это было очень нежелательно, могли сослать. В конце 30-х годов огромные гонения подверглись ингромонландские финны. Вот, они, ингромонландские финны, жили в окрестностях Петербурга, всегда это местное коренное население этого края. Оно никогда не подвергалось гонениям, оно нельзя сказать, что оказало какое-то большое влияние на культуру Петербурга, ну, нет, конечно, но они занимались в основном сельским хозяйством. Но это были серьезные трудовые ресурсы. Никогда их царское правительство никаким гонением и не думало подвергать. И при советской власти начался расцвет, создались школы для ингромонландских финнов, там, национальные районы с документацией, делопроизводством на финском языке, это все было. Но в середине 30-х годов это резко прекратилось. И ингромонландские финны подверглись большим гонениям. Их высылали в Сибирь, в товарных вагонах, многие по пути умирали, их высаживали с детьми и беременными женщинами в Сибири, в тайге. неисчислимые страдания принесла советская власть ингромонландским финнам. Это серьезное преступление. Память о нем хранится, память о нем задокументирована. Еще живы люди, которые в детстве помнят все эти сибирские ссылки, лагеря, работы принудительные, все эти ужасы. Аналогично было поступлено с ленинградскими немцами. Немцы высылались беспощадно великой поэтессе Ольге Бергольц, певице ленинградской страдания ленинградской блокады. Ольге Бергольц считается такая, главная поэтесса ленинградской блокады. У нее очень пронзительные стихи о блокаде. Она всю блокаду провела здесь, ее голос стихами звучал по блокадному радио, и так далее. Ольге Федоровне Бергольц, она была лауреатом всех мыслимых премий, и так далее. ей огромных трудов стоило добиться, чтобы ее отца, врача Федора Бергольца, не выслали из Ленинграда в Сибирь. Она доказывала, что он не немец, он латыш, причем обрусевший, и не трогайте, он старый больной врач, я вас умоляю, он никакого отношения к немецким фашистам не имеет, он никогда в жизни не умеет по-немецки говорить. Ее не сразу послушали, ее не сразу послушали, ей стоило огромных трудов добиться, что больного старика не выслали. Так это Ольга Бергольц, лауреат сталинской премии, и так далее. А всех посылали подчистую, тут подчистую высылали. Но это повлияло на уничтожение, да, лутеранство, просто все пропали. Ну, просто, ну, вот приход был, вот наш приход. В 1936 году расстреляли одного пастора, потом второго пастора, потом третьего пастора сослали на Соловки, и там расстреляли. А прихожан просто всех выслали. Ну, у них иностранные фамилии, значит, просто всех выслать в Сибирь. Всех и выслали. Но за редчайшими исключениями, кого не выслали, те остались, ну, те погибли в блокаду, ну, вот и все. Это было, был произведен в годы советской власти, был произведен полный разгром и национальных, и религиозных культур. И здесь, в Ленинграде, за что я как бы отвечаю за эти слова, ну, я думаю, что и по всей стране, уж просто, что я за всю страну буду говорить, но все знают, как высылался чеченский народ, все знают, как высылались крымские татары, это известные факты. Ну, я об этом не очень хорошо осведомлен просто, а о том, что творилось в советском Ленинграде, до сих пор живы свидетели. Под Ленинградом есть кладбище, она называлась всегда Левашовская пустынь, пустошь, Левашовская пустошь, на это, это поселок Левашово, и там неподалеку пустошь, ну, такое пустое место, такое полулесное, там в конце 30-х годов расстреливали, захоранивались, расстрелянные советскими органами невинные, ну, и винные, и невинные, ну, все, там сотни тысяч, это такой город мертвых, там захоронены тех, кто в подвалах НКВД расстреливался годами, сотнями, их туда свозили, в братские могилы скидывали, после чего уже в 50-х годах это место обнесли забором глухим, и оно стояло и на моей памяти, обнесенное глухим забором, такое свидетельство преступлений, когда случилась перестройка и советская власть закончилась, там сделали мемориальный комплекс, там сейчас мемориальное кладбище, Левашовское мемориальное кладбище, на этом кладбище, например, похоронен расстрелянный последний председатель приходского совета нашего. Святого Михаила? Да, вот наш последний, у нас все пасторы расстреляны, были, ни один не уцелел, и последним был расстрелян председатель приходского совета Альфред Цитник, он был аптекарь по профессии, его арестовали, обвинили, расстреляли, он там похоронен, ну, естественно, в братской могиле, наш приход установил там памятный знак, и мы каждый год стараемся в день памяти жертв политических репрессий, мы туда выезжаем, устраиваем там богослужение на могиле этого нашего последнего председателя приходского совета Альфреда Цитника, и молимся за упокой души, естественно, не только его, но и всех лютеран, и всех христиан, и не христиан тоже, всех невинно убиенных в годы советских репрессий. А возрождение когда началось новое? А возрождение началось в 92-м году. В 92-м году рухнула советская власть в 91-м, и в 92-м это здание было передано лютеранской церкви, возвращено. Здесь был завод, завод убрали, и в 92-м году, в чем убрали очень поспешно, завод съехал, даже оставив станки. Тут остались станки, тут были просто заводские помещения, составленные здесь станками, и уже церковь вывозила эти станки, куда-то утилизовала. Это здание было передано в 92-м году. Ну, вот в конце 80-х, в начале 90-х началось лютеранское возрождение. Ну, я бы сказал, шире не только лютеранское, началось вообще религиозное возрождение, христианское возрождение в Советском Союзе, и протестантское, конечно, в том числе, потому что вот годы советской власти, протестантская церковь, я это хорошо помню, потому что я сам был протестантом, мне ли не помнить, протестантская церковь была одна, это была церковь евангельских христиан-баптистов, улица Большая и Озерная, 29А, вот я до сих пор помню адрес, это была единственная протестантская церковь в советском, ну, легальная протестантская церковь в советском Ленинграде, в 90-м примерно году появилась вторая церковь Дом Евангелия на Боровой, передали помещение бывшей православной церкви, ну, тоже брошенное такое помещение, передали тоже Баптистской церкви, и вот Дом Евангелия появилась вторая протестантская церковь на Боровой, после чего передали помещение храма, лютеранского храма святой Екатерины, здесь на Большом проспекте Васильевского острова, вот это помещение храма святого Михаила, ну, и другие помещения, многие, после чего началось возрождение, и с тех пор надо отдать должное и быть справедливым, вот я всякий металл из своего голоса сейчас постепенно уберу, я когда говорил о репрессиях советских времен, у меня такой металл звучал, сейчас я металл уберу и скажу, что с тех пор взаимоотношения лютеранской церкви и российского государства являются прекрасным примером доброжелательного сотрудничества между государственными органами и религиозной организацией, во всяком случае, то, что касается евангелической лютеранской церкви, которую, ну, я сейчас волей и неволей представляю, вот здесь, в нашей беседе, следует со всей ответственностью подчеркнуть, что у нас прекрасные отношения с государственными органами, нам стараются идти навстречу на самом деле по большинству вопросов, вот по всем вопросам, по которым, ну, реально можно пойти навстречу, нам идут навстречу. А вот тогда вопрос возникает, я знаю этот приход, значит, уже в названии слово русский включил, и лютеранство, оно, здесь им гермаланское, финское, как его иногда называют, немецкое, вот, илкрас, а как, на ваш взгляд, вот это вот идет обрусение, или его нету, или все-таки вот этот национальный, национальная особенность сохраняется? Нет, я его не вижу, ну, я говорю за свой храм, за свой приход, я этого не вижу, наш приход входит, составной частью, входит в евангелическо-летеранскую церковь Ингрии, ну, самостоятельно, да? Это церковь, евангелическо-летеранская церковь Ингрии, это церковь, которая во многом создавалась для ингерманландских финнов, для коренных жителей этого края, Ингерманландии, вот наш край, по-фински, он называется, по-шведски Ингерманландия, по-фински, он называется Инкеринма, земля Инкери, и вот ингерманландские финны, о которых я уже говорил, они коренные жители этих мест, они потом подвергались мучительным гонениям при советской власти, ингерманландские финны возрождали свою церковь, и они ее возродили в начале 90-х годов, под названием Евангелическо-летеранская церковь Ингрии, во многом этот процесс возрождения проходил при помощи финской лютеранской церкви, потому что она братская церковь, но финны это братский народ для ингерманландских финнов, строго говоря, это вообще один народ. Но все равно церкви разные. Юридически это разные церкви. Финны, конечно, это один народ, и финны финские, и финны, ну, как они сами и финны говорят, есть два вида финнов, это финские финны и русские финны, ну, вот, ингерманландские финны, это это те же самые финны, да, но то же самое, как сказать, русские, там, украинские русские, ну, русские, живущие на Украине, они же тоже русские, вот, но в принципе это церкви, это две разные юридические, разные церкви, юридические, но вот наш приход входит в состав церкви Ингрия, но он юридически входит в состав церкви Ингрии, и богословский входит в состав церкви Ингрии, мы являемся приходом этой церкви, но называется он, он называется русский евангелическо-лютеранский приход святого Михаила евангелическо-лютеранской церкви ингрия длинное название но мы входим и мы разделяем полностью богословие церкви ингрии консервативно что она консервативная и это нам очень нравится и мы всячески поддерживаем мы стараемся исполнять все распоряжения синоды и синодального совета церкви ингрии я на этой должности вот как предстоит как настоятель этого прихода я избран приходом и утвержден синодальным советом евангелической литеранской церкви ингрии сколько уже лет вы служите служу настоятелем около пяти а до этого служил вторым пастором до этого диаконом ну довольно долго уже довольно долго ну вот так есть чтобы нам немножко эту программу резюмировать мы поговорили сегодня о том какое влияние лютеранство оказала на военное дело в россии мы поговорили о культуре мы немножко затронули политику с вами не затронули совершенно там медицину и такие вот сферы связаны с архитектурой которая тоже как известно в истории очень сильно было подвержено влиянием мы просто не успели просто не успели делом этот разговор надеюсь продолжим дело да ну с удовольствием дело в том что у нас есть музей прихода вот музей нашего прихода экспозиция здесь она в зале развешана частично но то что развешано в зале это верхушка айсберга естественно у нас много материалов об истории прихода и в частности у нас есть стенды такие мы выставляем во время экскурсий стенды с там портреты членов нашего прихода членов приходского совета ну и вообще членов нашего прихода за все время существования нашего прихода но с 1732 года до 2020 года вот если пройтись по просто портретом на этих стендах это уже отдельная тема для беседы потому что мы увидим что это портреты людей сыгравших огромную роль в военном деле в медицине в географии в востоковедении в чем только у нас знаменитые врачи были прихожанами нашими лютеранами знаменитые ученые были нашими прихожанами я просто сейчас не имею возможности и нет смысла не перечислять имена только академиков в разных сферах которые были лютеранами и многие из которых были членами нашего прихода ну некоторые не нашего но у нас и нашего то достаточно иначе но тогда давайте мы предложим зрителям если это интересно написать в комментариях и мы тогда с вашим участием наверное начнем рассказывать просто через жизни этих людей как раз через историю вашего прихода о том как лютеране оказывали где какое влияние и какую практическую роль они играли в истории спасибо с большим удовольствием я буду готовиться спасибо большое всего доброго до новых встреч подписывайтесь на канал и распространяете это видео пишите комментарии постараемся пригласить также вот уважаем нашего гостя дмитрия к тому чтобы на эти комментарии отвечать всего вам доброго